Здарова танкисты, с вами Слим и у меня для вас отличные новости. С 9 по 22 марта в игре будет проходить акция цель заплачена Т110Е3. А это значит на машины из этой ветки будут действовать скидки от 30 до 50%. Что позволит вам при прокачке сэкономить серебро. Также в каждом бою играя на этих машинах вы будете зарабатывать на 25% больше боевого опыта. Что ускорит вашу прокачку и вы быстрее дойдете до заветного топа. В этом выпуске вас ждет краткий обзор машин участвующих в акции. Т-56 GMC, американская ПТ-САУ 3 уровня. Рубковая картонная ПТ, которая имеет отличную максимальную скорость 50 км в час. Данная ПТ может порадовать вас выбором орудий. Альфач с высоким разовым уроном в 110 единиц, который позволит вам убивать одноуровневую технику с 2-3 выстрелов. Данный ствол не блещет точностью и имеет более долгую перезарядку. И альтернативой ему служит точное скорострельное топовое орудие, которое имеет разовый урон в 75 единиц и быстрое время перезарядки в 2,9 секунды. Оба орудия имеют весьма существенный недостаток, это плохой угол склонения минус 5 градусов. На данной ПТ-САУ вы открываете два четвертых уровня, машину из этой ветки и из параллельной. Т-40, американская ПТ-САУ 4 уровня. Еще одна не особо бронированная рубковая ПТ, которая не так мобильна, как предшественник и имеет максимальную скорость в 38 км в час. У данного танка большой выбор орудий, но изюминкой является предтоповый 105-мм ствол, который имеет высокий разовый урон в 410 единиц для фугаса и 350 единиц для премиумного снаряда. Недостатками данного орудия является долгое время перезарядки 8 секунд в стоке, также оно имеет слабое бронепробитие и ужасный разброс 0,55. Так что вдруг вам на нем не понравится играть, альтернативой является топовое 76-мм орудие, которое весьма точно и имеет разовый урон всего лишь 115 единиц. При этом оно имеет стоковую перезарядку 3,7 секунды, что позволяет делать более 16 выстрелов в минуту. И самое главное, данное орудие, в отличие от фугасницы, имеет шикарные углы вертикальной наводки. Угол склонения минус 10, угол возвышения плюс 30. Играя же на бревномете с углом склонения минус 4, вы частенько будете пострадывать на рельефах, ведь орудие на данном танке находится в верхней части рубки. Также обратите внимание, что углы горизонтальной наводки вправо на данном танке больше, чем влево. Это стоит учитывать, когда вы выезжаете на противника из-за угла, или же он пытается вас закружить. М10 Wolverine, американская ПТ-САУ 5 уровня. Весьма мобильная, слабо бронированная ПТ-Х с максимальной скоростью 48 км в час. Данный танк, как и танк 6 уровня, порадует вас наличием, хоть и медленной, но все же башни. На вооружении данного танка находится скорострельное пробивное 76-мм орудие. Разовый урон 115 единиц, стоковое время перезарядки 3,2 секунды. Орудие получило неплохую точность, разброс 0,38 и при этом имеет отличное время сведения 1,7 секунды. М10 Wolverine типичная кустовая ПТ, которая за счет своей хорошей мобильности умеет вовремя занимать вкусные позиции. За счет наличия башни вы можете контролировать несколько направлений, А с учетом того, что у танка отличные углы вертикальной наводки, он весьма успешно отыгрывает на высотных позициях и преуспевает в этом на любых дистанциях. М36 Jackson, американская ПТ-САУ 6 уровня. Последняя башенная ПТ-Х в ветке. В плане геймплея танк немного похож на машину из альтернативной ветки, легендарным хеллкатом. Но в отличии от него, М36 Jackson более медленный, максимальная скорость 42 км в час. На первый взгляд, строение танка более рикошетное, но не сказать, что он прям мега бронированный. Он практически так же легко пробивается, как и хеллкат. Топовое 90-мм орудие имеет разовый урон в 240 единиц. Это далеко не рекорд на уровне, но с такой альфой вы за считанные выстрелы отправляете в ангар низкоуровневую технику. Да и делая более 7 выстрелов в минуту, вы со знанием дела будете раздамаживать выскоуровневых врагов. Орудие имеет быстрое время сведения 1,7 секунды и порадует вас с точностью. Разброс 0,35. Отличные УВНы в комплекте. Минус 10, плюс 20. Как и предшественник, Jackson это отличный танк поддержки, который позволит вам на любых дистанциях весьма успешно настреливать в домах из кустов. Т-25АТ, американская ПТ-САУ 7 уровня. С этого левела ветки мы опять возвращаемся к рубкам. Но до танков с броней придется еще немножко потерпеть. Т-25АТ, картонная рубковая ПТ-Х. Еще один танк про кустовой настрел. Имея максимальную скорость 56 км в час, у вас не должно быть проблем с занятием позиций и в целом с перемещением по карте. Наше топовое 105-мм орудие порадует вас разовым уроном в 320 единиц и комфортным бронепробитием базовым снарядом в 198 мм. Стоковое время перезарядки 9,1 секунды, что позволит вам делать в минуту более 6 выстрелов. Орудие имеет быстрое время сведения 1,7 секунды и разброс 0,38. Т-28, американская ПТ-САУ 8 уровня. Рубковая, бронированная и при этом весьма медленная ПТ-Х, которая частично в плане геймплея напоминает топа. Не хватает только высокого разового урона. Данный танк имеет максимальную скорость в 22 км в час и при этом получил неплохое лобовое бронирование, которое не по зубам низкоуровневой техники, но, к сожалению, борта у нас не так защищены, да и во лбу есть уязвимые зоны, поэтому прицельные выстрелы, как правило, Т-28 не танкует. Топовое 120-мм орудие в первую очередь вас порадует отличным уроном в минуту, который составляет более 2600 единиц. Также оно получило отличное бронепробитие 248 мм для базового снаряда, 297 для голдового и 60 для фугаса. Стоковое время перезарядки 9,1 секунды. Время сведения 2,1, а разброс 0,38. Собственно, Т-28 после того, как он доползет до врага, он со знанием дела набивает дамаг. Главное, чтобы враг не успел смыться. Главным недостатком данного орудия является угол склонения минус 5 градусов, из-за чего на рельефах или на высотных позициях данному танку приходится неплохо подставляться для совершения элементарного выстрела. А учитывая максимальную скорость назад всего лишь 10 км в час, после такого маневра он часто получает в ответ. При игре на Т-28 не стоит близко подпускать противника, ведь углы горизонтальной наводки, как и у каждой рубки, далеко не безграничны, а закружить танк, который имеет скорость поворота 24 градуса в секунду, для более-менее быстрого противника не составит труда. Т-95, американская ПТСА у 9 уровня. Легендарная черепаха, про отличное бронирование которой и слоупочность знает каждый в рандоме. Имея максимальную скорость 20 км в час, и это в лучшем случае по прямой, при игре на данном танке, как и на любом медленном, вам очень важно будет правильно выбирать направление. Иначе есть большой шанс просто не успеться с союзниками на фланге, или же по другой причине, попав в окружение врагов, остаться без домашки. Данная ПТСА имеет низкий приземистый корпус, отличное лобовое бронирование, да и наши борта за счет экранов, широких американских гуслей и наклона, тоже умеют отлично танковать. У данного танка есть выбор из трех орудий, но более интересен он со 105-мм стволом, который имеет высокий разовый урон, в 750 единиц для базового и голдового снаряда, и в 950 единиц для фугаса. К сожалению, имея такую высокую альфу, мы не можем похвастаться скорострельностью. Стоковое время перезарядки 18,3 секунды, что позволяет нам делать всего лишь чуть более трех выстрелов в минуту. Орудие имеет не особо быстрое время сведения 2,7 секунды, и получило разброс 0,4, из-за чего больше подходит для стрельбы на средних и ближних дистанциях. Как и на предыдущем танке ветки, нехватка УГНов и УВНов в комплекте. Стоит не забывать, что наше отличное бронирование имеет уязвимые зоны. Чаще всего нас в лоб пробивают в лючки и реже в НЛД. Не всегда успешно танк танкует против десяток, и его частенько подлавливают на КД. Несмотря на все свои недостатки, Т-95 достаточно сильная машина на уровне, но при игре на ней получать удовольствие и быть эффективным, смогут на ней точно не все игроки. Т-110,3, американская ПТ-САУ 10 уровня. Весьма похож на предшественника, но в отличие от него танк стал более громоздким, из-за чего получил достаточно большое НЛД, которое не так легко пробить, но все же туда его гораздо чаще карают, чем Т-95. Как и Т-110,4, Е3 имеет достаточно большое гнездо на крыше, но у рубковой ПТ-хи оно гораздо крепче, и пробивается весьма неохотно. Т-110,3 это весьма словопочная машина, хоть и получил максималку в 24 км в час. Наше 155-мм орудие, в отличие от ствола Т-95, получило альфу на 100 единиц больше, которая составляет 850 единиц для базового голдого снаряда, и в случае с фугасом альфа будет 1100. Стоковое время перезарядки 20,5 секунд. На этом танке мы будем делать чуть менее 3 выстрелов в минуту. Но зато, в отличие от черепахи, данный ствол эффективен и на дальних дистанциях, ведь имеет разброс 0,36, а время сведения стало более комфортным 2,5 секунды. С учетом того, что данный танк является весьма громоздким, то, что у него орудие гнется и имеет угол склонения минус 8 градусов, действительно приятный бонус. Но пострадовать от УГНов, как и на любой другой рубке, вам все же тут придется. При игре на данном танке вам в первую очередь пригодится умение эффективно играть на первой линии без наличия башни. При этом вы должны реально оценивать свои силы и правильно выбирать направление, ведь в случае неудачи вы точно не сможете отступить. Вдобавок, при игре на первой линии вам еще необходимо будет держать баланс дистанции, чтобы противник не мог сблизиться, а это порой непросто сделать, когда у вас максималка назад 8 км в час, а скорость поворота корпуса всего лишь 19 градусов в секунду. Наличие рядом союзников, конечно, в этом плане может помочь, но на медленной рубке в столпотворении играть весьма неудобно. Но поскольку вы уже докачались до этого топа, вам не привыкать. Танкисты, а у меня на этом все. Удачи всем в рандоме, до новых встреч, пока!